Всем привет! Мы уже проснулись, собрались и сейчас будем выезжать в стоматологию с Димкой. По идее, насколько я помню, это у нас будет последний визит к стоматологу, и мы полечили уже все зубки. Ну, по-моему, так. Потом я еду работать. Хотя сегодня, если честно, я вообще не настроена на работу, почему-то прям руки не стоят. Кто не знает, я делаю маникюры. У меня сегодня, по идее, два клиента, возможно, три, но то ли погода такая влияет на мое настроение, но как-то желания сегодня работать вообще нету, но надо. Плюс мама просила ей помочь, там Денис должен и в люк слазить, и в погреб, короче. Уже, Дим, так хочется дома остаться, так не хочется идти на улицу сейчас. Там так холодно, серо. Ну, хотя бы ветра нету, и на этом спасибо. Димка, готов? Готов зубки долечивать? Да? А не будешь скучать за стоматологом? Туда не пекают, туда не буду. Будешь? Я не хочу ходить, я хочу чистить зубы. Хорошая тетя? Ну, да, я не хочу ходить. Ну, последний раз остался, и все. Все, к стоматологу мы сходили. В общем, нам осталось еще два зубика полечить, и все. Нижние зубы мы полечили все, осталось сверху два. Ну, мы их будем за один раз, и это не сложные зубы. То есть, быстренько придем и сделаем. Правда, время у нас не очень удобное. Ну, как, это будний день и вечером. Ну, что поделаешь. А сейчас я буду начинать работать. Не знаю, если что-нибудь интересненькое сделаю, покажу. Процесс, конечно же, весь снимать не буду, но если что-то интересненькое, покажу. Мы уже дома, я ничего не сняла, потому что маникюры были, да, безобразие банальные. Один был красный, а второй был красный с блестками. Ну, в общем, никакого разнообразия. Сейчас у нас уже время почти девять. Димка купается, Денис сидит за ноутбуком. Мы ничего не успеваем. А еще, знаете, сегодня я почему-то прочувствовала напряжение. Мне кажется, сейчас люди очень в таком сильном напряжении, и это прям ощущается. Никто не говорит, что, почему и как, но каждый в своих мыслях. И просто сегодня ко мне клиентка приходила, которую я даже не узнала. Ну, просто она, не знаю. Наверное, для каждого сейчас сложные периоды и карантин, и то, что мы все сидим дома. И вот этот вечный страх влияет на каждого из нас. Вот так вот. Сейчас хочу горох замочить, хочу все-таки сварить гороховый суп. Я просто каждый раз хочу его сварить, и каждый раз забываю замочить горох заранее. Сейчас не забуду. Я, конечно, не очень понимаю, сколько мне нужно гороха, но я у мамы спросила. Она сказала, ну, сделай стакана два. Попробуем два. Ой, где ты меня? Сколько же воды? Кто бы мне подсказал. У меня здесь полкастрюльки получилось. Наберу, наверное, полную. На самом деле у меня сейчас очень много блюд, которые я готовлю впервые. И не потому, что только сейчас появилась мотивация. Знаете, у меня муж не ест вообще такое. Вот ему особенно супы какие-то такие странные, по типу капустняк, вот этот с капустой, или кислый суп, или вот гороховый. Ему они не очень нравятся. И я раньше как-то... Ну, не нравится, ну и ладно, не буду готовить. Плюс периодически у мамы ела супы какие-то такие интересные. Сейчас уже так хочется какого-то супа, вот именно необычного какого-то просто суп там или борщ, а вот что-то бы такое необычное. Поэтому выбор мой пал на гороховый суп. Сейчас бы еще что-то перекусить, потому что у мамы мы обедали. Ужинать ничего не ужинали. Ну, Денис там с Демкой яичко кушали, я ничего не ела. Я не знаю, что бы такого перекусить или просто чаю попить. Кстати, вчера достала, доедаю свою клубничку. Это я ее сушила. Очень вкусная такая, прям мне очень нравится. Но в этом году почему-то я не посушила. Хотя у моей мамы есть сушильня уже она. Купила себе, но клубники руки мне не дошли. Перец посушила, а вот клубнику не успела. Скажите мне, пожалуйста, как пережить масочный режим на холоде? У меня лицо просто хана. У меня вот здесь все засыхает. Засыхает из-за того, что хожу часто в маске. А получается так, что я выхожу с дома, допустим, иду за Димкой в садик. Потому что туда заходить в маске, а так как я хожу в шапке, мне неудобно одевать маску. Плюс с садиком мы идем на карате. Пока местьяво переодену, там выхожу на улицу. И все, губы обветрились. Пока еду в маршрутке, естественно, всю дорогу я еду в маске. Вот, например, сегодня я утром ехала, блин, почти полтора часа. Мне все засохло. Вот тут все засыхает. Вот эта маска получается. И ты дышишь теплом сюда. И вот здесь вот эти места, которые самые, как сказать, проблемные, самые нежные, они просто убиваются. Конечно, я понимаю, для чего это. Ну, не скажу, что ною. Ну, так. Чуть-чуть, разве что. Просто у меня лицо плачет. Как его увлажнять, чтобы оно так не засыхало. Если учесть, что у меня от кремового еще лицо печет, то это печально. И губки обязательно. Мой любимый бальзамчик Карпаты. И не скажу, что он прям супер помогает. Хотя, в принципе, помогает. Просто у меня с ним приятные воспоминания. Во-первых, о первом разе, когда мы поехали в Карпаты. Ну, у меня уже его нет. У нас есть. Нету. Есть. Вот. Ну, в принципе, его уже можно выкинуть. Мне просто запах не нравится. Он тогда был один-единственный. И это карамель мед. Что-то такое. Он такой сладкий. Прям приторно-сладкий. А этот фруктики такие. Это я в последний раз покупала. Ну, блин, обалденный. Стоит он? Пу-ну, 50 гривен стоит. Делает Ивана Франковск. Но он прям топовый. Конечно, нужно купить еще какой-то, чтобы сравнить. Ну, допустим, из наших. Только не Невея. Потому что Невея мне вообще не нравится. У меня есть вот такая. Ну, мало того, что она дает цвет розовый. Потом губы розоватый. Ну, если вам, конечно, идет, то это обалденно. Бальзамчик. И плюс она дает такой розоватый оттенок. Но мне кажется, это больше такой цвет. Ну, не скажу по цвету, что для блондинок. Ну, якобы я там разбираюсь. Но я видела девчонку. Она пользуется таким. И ей обалденно. Она светленькая. И он классно подчеркивает, как натуральность губ увлажняет. А, еще с вами не поделилась. Вчера я не снимала. Но вчера я себе купила никотиновую кислоту в ампулах. В общем, я давно слышала о ее пользе. Я когда-то принимала в таблетках. Но это немножечко не то. Я буду лечить свои волосы. Я обязательно поделюсь результатом, что в итоге получился. Но ничего сложного. На чистые волосы одну, ну, кому мне, допустим, две ампулы понадобилось. На корни наносим. Ну, на влажные чистые волосы. Ну, полосы я как... Ну, как красить, в общем, такими этими. Полосочками делила волосы. Капала. Пальчиками сделала массажик. Волосы это не жирнит. Вот, в принципе, оно высыхает. И даже незаметно, что там что-то было. Ну, обязательно поделюсь, как использую. Мне нужно две упаковки использовать. Потом расскажу, есть результат или нет. Потому что у меня волосы просто сумасшедшие. У меня некоторые волосины есть. Вот реально как будто бы кто-то по ночам вот так делает на гофре. Причем такое мелкое-мелкое гофре. Какие-то афроволосы вылазят. Или то старость так и себе дает знать. Знаете, у кого-то седина вылазит, а у меня какие-то мутанты. Волосяные. А сейчас хочу себе взять глинтвейн. У меня там есть вино красное. Есть приправа для глинтвейна. И портится мандарина. У меня мандарина кина. И все, яблоки добавлять не буду. Но показывать не буду. Алкоголь показывать нельзя. Ну, я думаю, все понимают. Разогреваешь вино. Если кто хочет алкогольный, то просто его разогреваем. Добавляем специи. Мандарина, апельсины с кожурой. Либо же просто кожуру. И выключаем, доводя до теплого состояния, настаиваем. Кто хочет безалкогольный, то нужно закипятить вино, чтобы испарился весь алкоголь. Ну, все туда добавить и закипятить вино, чтобы испарился весь алкоголь. Я сейчас хочу сделать безалкогольный. Хотя я понимаю, сколько там того алкоголя, но не хочу. Делаю себя вкусненький. Кошмар. Посмотрите на мое лицо на свету. Это жесть. Вот тут все красное. Вот тут какая-то фигня выскочила. И я уверена, что это из-за маски, потому что ты дычишь вот эти все микробы. Хотя я маску стираю, меняю часто. И я наразовыми часто пользуюсь. Которые, ну, попользовалась и выкинула. Но это жесть. Это жесть. Кстати, я в курсе, что через месяц Новый год. Я в шоке. Знаете, какое новогоднее настроение? Такое. Знаете, как в ТикТоке. Это не окей. Это все плохо. Вообще. Какое новогоднее настроение? Мне кажется, прошло полгода. А уже Новый год. Вот такая вот красота у меня получилась. Еще даже парует. Закипятила я его. Не хочу с алкоголем. Поэтому у меня безалкогольный клинтовей. Вкуснотища. Но я, правда, еще не пробовала. Но на вид очень-очень вкусно. Так что вам теплого настроения. Такого же, как этот глинтвейн. Вы любите глинтвейн? Я лично обожаю. Но в городе где-то покупать он зачастую какой-то кислый, невкусный. А этот домашний, это у меня смесь для глинтвейна. Единственное, бадьяна не хватает. Ну, я в прошлый раз использовала его, поэтому без бадьяна. А так и все идеально сюда бадьян подходит. Так что теплого вам настроения. Всего самого-самого хорошего. Всем пока и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok